Приветствую вас. Ситуация, которая сложилась у вас, безусловно, непростая. Понимаете? Я не думаю, что выбранный вами способ получить помощь является сколько-нибудь эффективным, потому что в ответ на свой запрос вы получите достаточно много ответов, но не будет непосредственной работы с вашими чувствами, с вашими эмоциями, с вашими, может быть, мыслями, страхами, вот. И какой-то ответ, даже если он даст вам облегчение, всё равно это будет только временно. Потому что это не решит проблемы, которая копилась годами. Это не решит проблемы того, как вы выстраиваете отношения, к примеру, с вашим мужем, который почему-то мог развернуться и уйти только от того, что вы хотите переехать в другую квартиру. С организацией своей жизни, что у вас почему-то и тёмная квартира, и кредит, и второй ребёнок. То есть совершенно очевидно, что живёте вы непосредственно. Дело здесь не в том, что кто-то, в данном случае я, считает ваши деньги. А дело здесь в том, что, ну, очевидно, что снимая квартиру, плюс имея кредит, плюс заводя второго ребёнка, ну, это, мягко говоря, напряжно. И, понимаете, вот, момент, когда ваша мама, болея, превозмогала себя и ходила на работу, то бишь не берегла себя, не заботилась о себе, ну, напрямую связано с тем, что и вы постоянно, точнее, по крайней мере, сейчас живёте в режиме выживания. То есть вы не цените себя. Ни ваша мама себя не ценит, ни вы себя сами не цените. Естественно, это корректируется лишь только со временем. Естественно, это корректируется только лишь беседой, только лишь работой с эмоциями. Вы говорите, что вы стекут слёзы, когда вы видите свою маму. Это понятно. Она болеет, ей плохо. Но... Легче ли ей от того, что вы плачете? Легче ли ей от того, что она видит, насколько вы страдаете? Зачем вы таскаете детей с собой? Для чего? Понимаете? То есть, ваши чувства направлены на маму или на себя. Понятно, что очень мало хорошего в том, что ваша мама болеет. Это понятно, но... Во-первых, она увидела внуков, то есть то, что вы хотели, случилось. А во-вторых, что не менее важно, если вы делаете это действительно для неё, то ей должно становиться лучше. Поэтому так важно разобраться с собой. Так важно разобраться в себе, и важно найти правильные слова, чтобы выразить вашему мужу, который я так понял, в жизни вашей мамы, не сказать, чтобы участвовать. Чтобы выразить вашему мужу свои позиции, чтобы выразить вашему мужу свои чувства, чтобы выразить вашему мужу то, что с вами происходит, найти правильные слова. А для этого желательно всё же себя понять. Понять, что именно с вами происходит, понять, что именно вы хотите, понять, что именно сейчас, в данный момент, для вас важнее всего. Понимаете? У вас нетревожность как таковая. У вас оторванность от твоих чувств. Вы говорите, как стать более сдержанной? Я скажу, что дело не сдержанности. То есть, вам не нужно пытаться стать сдержаннее. Я бы сказал, что вам куда более важно лучше выражать свои чувства сейчас. То есть, чем лучше вы будете выражать свои чувства, тем лучше вы будете, допустим, ну, понимать, например, что вы чувствуете конкретно. Конкретно, о чем идёт речь, тем вам будет лучше, тем вам будет комфортнее, тем полнее вы будете себя чувствовать. Но это повторюсь ещё раз. Определённая работа над собой. То есть, это не то, что можно решить сразу, это не то, что можно решить одним каким-то ответом или одним каким-то действием. Понимаешь? 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 Потому что и вашей маме, и вам, безусловно, нужна помощь сейчас. На данный момент. Вашей маме нужна своя помощь с психологом, а вам нужна своя помощь также с психологом, чтобы устроить как свою семейную жизнь, как личную жизнь, так и взаимоотношения с мамой. Которые переживают, но, которые имеют явно тоже здесь проблему. Потому что, например, совершенно очевидно, да, что вы чувствуете, там, свою вину. Например. Перед мамой. Вот. И вы, у этого, у этого тоже есть свои причины. Только какие причины? Причины. Это нужно выяснить. Понимаете? Какой момент здесь. Вот и получается, что ваш вопрос заведомо поставлен некорректно. Там еще корректный вопрос звучало бы так. Как мне, или лучше сказать, как я могу конструктивно выражать свои чувства, конструктивно выражать свои эмоции? Как я могу это делать с пользой для себя? Вот это, ваша первостепенная задача. А сейчас вы выражаете несколько, несколько не те чувства, которые действительно испытываете. Вот. То есть, необходимо работать над более лучшим сознанием себя. Над более лучшим сознанием своих чувств, своих желаний, своих трудностей, своих проблем и так далее. Если вы, если вы к этому готовы, то мы будем рады вам помочь. Да? Вот. Обращаю ваше внимание на то, что, вот, режим выживания, которым, можно сказать, вы живете, это режим, выбранный не случайно. Режим выживания, это режим, который вы выбираете, исходя из определенной своей жизненной позиции. И у этого есть, есть свои основания. У того, что вы выбрали именно такой режим выживания. Соответственно, то, что нужно вам, это разобраться с тем, как. Как, так получилось и вышло, что вы выбрали подобную историю. Как, так получилось и вышло, что вы выбрали подобный режим выживания. То есть, что это произошло не случайно, я полагаю, совершенно очевидно. То есть, что это произошло не случайно. Теперь осталось разобраться с тем, что дальше с этим делать. Вот. Как я и сказал, нет какого-то единого способа решения вашей ситуации. Нет какого-то единого способа выхода из данной ситуации. Вот. То есть, здесь есть только определенная работа, если вы к этой работе готовы. Но я бы, конечно, хотел, чтобы вы правильно понимали это понятие работы. Что работа здесь подразумевается именно в контексте того, что вы будете себя исследовать, что вы будете в себе разбираться, что вы будете лучше себя понимать, что вы будете лучше выражать свои чувства. Вот. Я про такую работу говорю, чтобы вы не думали, что это что-то такое напрасное и так далее. Вот. Дальше. Скажите, как хотя бы при маме быть держан? Держан, значит понятно. Надо разобраться в своих чувствах и маме выразить те чувства, которые относятся непосредственно к ней. Как проводить с ней не слишком частые встречи, чтобы ей снять, чтобы ей снять тяжесть души и мне? Если честно, я не очень понял, это ваш вопрос, потому что, ну то есть не очень понятно, что вы имеете ввиду. То есть как это не очень, не слишком частые встречи, чтобы снять тяжесть ей и мне? То есть как, грубо говоря, встречи, да, именно встречи, связанные с тяжестью? Тяжестью. То есть на мой взгляд, вещи это несколько все же разные, на мой взгляд. То есть между встречами и тяжестью, разницы, точнее между встречами и тяжестью нет связи. Вот. То есть здесь нужно тоже разобраться с этим аспектом. Дальше, как справиться с переживаниями? Ну, опять же, что для вас значит справиться с переживаниями? То есть если для вас справиться с переживаниями означает подавить их, то это в корне деструктивная такая позиция. Потому что подавляя свои переживания, вы ни в коем случае с ними не справитесь. Именно если будете подавлять свои переживания. Подавляя свои переживания, вы делаете себе только хуже на самом деле. И очень важно, чтобы вы этот момент понимали. Вот раскрыть ваши переживания, это вполне себе хорошая идея. Тогда и справляться с ними не придется. Вот. Ну, совершенно очевидно, да, что не придется в таком случае справляться с тем, что вас беспокоит. Вот. А пока, ну, пока, конечно, вам хочется как-то избавиться от этого. Потому что на вас очень сильно это, да, в этом смысле вас, безусловно, можно понять. В этом смысле вас, безусловно, можно понять. Вот. То есть вот такой момент. Как видите, у вас имеет место быть достаточно, такие, я бы сказал, деструктивные представления о своих чувствах. Вот. И, соответственно, с этим вам можно и нужно помочь. Вот. Давайте я еще раз. Так. Так. Начало года. Радостное ожидание второго ребенка, предстоящие хлопоты жильем. Значит, так. За рыбочком неизвестно, что если вдруг муж не готов к этому, развернется у тебя. Да, то здесь вот у вас явно проявляется то, что не готов. Ваш муж был, значит, к тому, что, ну, происходит между вами, нет согласия и нет доверия по поводу, вот, ну, по поводу ваших действий, по поводу того, что вы делаете и так далее. Вот. Это очень важный момент, означает, что отношения с своим мужем, ну, вы выстраиваете, мягко говоря, да, ну, не совсем корректно. Вот. То есть это, на мой взгляд, то, что нужно исследовать. Вот. Ну, на мой взгляд, то, что нужно исследовать. Вот. То есть, почему муж, эээ, почему вы допускаете, что человек мог, ээ, уйти, да, эээ, значит, оставив вам одну, я так понимаю, эээ, ребенком, вот. То есть это отношения, в которых вы явно ничего не чувствуете, себя, сколько-нибудь, эээ, ну, сколько-нибудь защищенным. Вот. И у этого, очевидно, есть тоже свои причины. Дальше, эээ, так, мама больная, рак. Эээ, значит, здесь, конечно, нужна помощь ребенка психолога. Это первое. Эээ, второе, очень важно выработать, эээ, значит, эээ, ну, стратегию, эээ, стратегию вашего взаимодействия с мамой, потому что, эээ, дабы, значит, не навредить, эээ, дабы не навредить ей. То есть, вот, то, что вы делаете сейчас, да, то, что вы, вот, именно сейчас делаете, эээ, вы, к сожалению, ей вредите. Своим, эээ, значит, поведением, своим отношением вы ей вредите. Вот. Но важно понять, почему вы так переживаете. Важно разобрать ваши, ваши переживания. То что, понятно, что это болезненно, это больно, но, опять же, где, где вы думаете о себе, где вы думаете о маме? Как, эээ, вот, с этими аспектами, эээ, очень важно разобраться. Потому что, ещё раз повторю, здесь, эээ, происходит, эээ, как бы, наложение одного на другое. То есть, происходит, эээ, подмена, подмена в суд, вот. Что вы, вроде бы, о маме переживаете, но в то же время, явно, переживаете вы сами. И надо сказать, эээ, что, связано подобное, может быть, как раз таки, эээ, с тем, что вы не чувствуете себя, эээ, в браке, эээ, защищённым, может быть. То есть, вам, вот, особенно, ээээ, тяжело, эээ, сознавать, что, мамы можете не стать, потому что вы себя не чувствуете насчущённым браком. Ну, это, как, один из вариантов, я не утверждаю наверняка, но, может быть так. Вот. 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 Это, тоже, нужно, ээээ, вынисти на обсуждение, и обсуждение, эээ, значит, ээээ, с вами. Мы, потому что, это, важно. Далее, значит, так, ээээ, так как в предыдущей квартире, ээээ, не представлялось возможным, почему это решение далось скандалам? То есть, почему муж, ээээ, с вами был не согласен, что второго ребёнка растить в этой квартире, ээээ, не представлялось возможным? То есть, как так вышло, что в этом, чтобы в этом плане вырадошлись возгляды? Понимаете, вот как так вышло? На мой взгляд, это очень, ээээ, важный момент, потому что напрямую касается ваших взаимоотношений, ээээ, значит, с супругом. Вот. Понимаете? Здесь тоже нужно разобрать этот момент, момент. А правились ли вы, кстати говоря, ээээ, после конфликта, после скандала с мужем, или нет? До сих пор имеет место, эээ, быть, допустим, отголоски, эээ, ну, отголоски этого конфликта и ссоры между вами, или нет? Вот. Это всё нужно исследовать обязательно. Дальше. В этот период мама уже проходила лечение, я молила Вселенную, чтобы она хотя бы увидела внука. Почему для вас это так важно? То есть, я не оцениваю сейчас, важно это или нет. Я хотел бы, чтобы вы постарались донести до нас, именно, эээ, причину, причину важности этого. То есть, вы молили Вселенную, эээ, не чтобы мама выглядела, чтобы она увидела внуков, но почему для вас это так важно? Тем более, что первый ребёнок уже, эээ, был. И первого ребёнка, очевидно, она видела. То есть, внуков она видела. Определитесь, на том ли вы сконцентрированы? Что ли вы считаете для себя важным? Это, как бы, вам необходимо, да? То есть, вот, сейчас, как бы, происходит работа над вашими переживаниями и чувствами, да? То есть, с чего вы хотите. Разбор происходит этого. Понятно, что это довольно ограниченный вариант подобного. Вот. Но, тем не менее, хоть вариант и ограниченный, но тоже очень важный. Потому что, эээ, это то, что, ну, очевидно, влияет на, ну, на вас, да? То есть, на ваши действия, на ваше поведение, на ваше отношение к маме и к детам. Вот. И, естественно, это всё нужно разобрать, рассмотреть. Вот. Кроме того, то, что вы малили вселенную, ну, это, как бы, тоже такой момент. Что-то всё всерьёз ли вы малили или нет. Дальше. Об назначенном лечении не становилось лучше. Аээ, при этом, она при возглаве, когда ходила на работу. Из-за чего? В сентябре ситуация сложилась финансовая, мама потеряла работу, фирма закрылась. Мы сможем тоже сели на мель, его зарплата позволяла только оплатить расходы на квартиры, кредиты, так. Высиливающий страх перед родами, боянести рода на звездоснимительный, я просто не успею доехать. Вот, эээ, соответственно, соответственно. Эээ, природа этого, этого страха, да? То есть, эээ, почему вы, эээ, грубо говоря, боя, ну, бояться стали, стали этого аспекта? Почему, почему вы стали бояться этого аспекта? Это, это важно, это очень, эээ, важный момент на самом деле, вот, так как, эээ, связан он напрямую, эээ, с вами, да? Вот, так что, давайте постараемся, эээ, постараемся, его, с вами, эээ, значит, также разобрать. Вот. Далее. Так, эээ, не успела при, эээ, так, если не успею пристроить своего первого ребенка. Пристроить куда? Эээ, ну, наверное, в детский сад, я имею ввиду, ну, так, а, опять же, да, вот, как-то вы же все это планировали, ведь больницу, ее не пустят. Кого не пустят? Наверное, дочь. Срок становения 1, я переходила на 2 недели. Ммм, не очень понятно, что вы имеете ввиду, говоря, что переходили на 2 недели. То есть, здесь, эээ, как бы, точность, эээ, нужна. Потому что вы рассказываете о себе, вы говорите о своих, о своей ситуации, вот. А непонятно, что это, как это, что это, значит, на 2 недели переходило. Так, эээ, ты еще больше нагоняла страхов, что именно? То есть, такое ощущение, что этот страх, он у вас не просто так, он у вас, он вам для чего-то нужен. Вот, я так думаю, что в этом, в досрочных родах, вы видели для себя какое-то, может быть, некое избавление, или что-то вроде того. Дальше. Так. Ага, значит, эээ, слава богу, роды просили на ура, в октябре мы уже были дома. В это время маме еще написал Кузик, в конце месяца ее положили в радиологию. То есть, внуков внуков она увидела. А, у мамы, кроме меня, практически никого нет. Спасибо и все друзья и знакомые пришли на помощь. Приезжали к ней, наведывали, покупали лекарства. Я же, тем временем, жила в режиме выживания. Собрать детей, дочитать своим кормом на маминов дома? Зачем? Зачем с детьми? Да, прежде всего, обратно. То есть, это вот жертвенность. Сидеть в маме в больнице, опять же, с детьми? Зачем? В общем, это были на пределе возможностей, со слезами. Плакали дети и я. Вот к чему такие жертвы? Срывы, слезы, на пустом месте. Дома скатал склам, бирать было некогда. Насыпал стол, ждали спизнать. Через месяц нам выписали. Ей стало совсем худо. Теперь, наверное, что дом продвигается. Опять же, басту друзьям знакомых, которые приезжают, прибыться необходимые, но по мере возможности, когда я приходил к маме первую неделю, им выгребали из ее дом хлам. Вообщем не знаю, почему знакомые друзья не могут этого сделать. Потом до меня началось, что таким образом, заполняя время пребудения с ней, даже не знаю, о чем с ней поговорить. Вот это вот одна из ключевых проблем, что больного человека воспринимают именно как больного. И я игнорирую при этом то, что она в данном случае, ну в данном случае она могла бы сделать. Вот, а сделать она на самом деле, ну, могла бы очевидно немало. Я так подозреваю, потому что, то есть, ну, она могла бы сидеть с детьми, она могла бы что-то делать, что-то делать, делать все еще, то есть, это вот как раз таки, вы не знали, о чем с ней поговорить, потому что вы воспринимали ее уже как больную. Вот. Это, наверное, вот, из-за чего вы хотите, чтобы мы помогли вам быть сдержанными мамой. Вот. Но здесь не сдержанными нужно быть, а здесь нужно понять, что причиняет вам больше, наибольшую боль. Вот. Потому что, ну, собственно, совершенно все видно, что вам тяжело-тяжело. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь, что я хочу сказать. Вот. Дальше, так, Смотреть на ее страдания, больно, иногда не сдерживаясь по чекамчику. Слезы, скажите, как это, прямая бездержка? Ну, рассматривайте, при желании, как проводить так. Ну, на вопросы я ответил. Вымыты на такой степени, что иногда какая-то мелочь, связанная в адрес, вызывает бурую мост. Так, ну, здесь, опять же, напряжение у вас. Конечно же, здесь напряжение, ну, тут только, опять же, может быть, какие-то успокоительные, да? Могли бы вам помочь успокоительные какие-то поддерживающие, какие-то препараты, возможные. Вот. Ну, это исключительно на ваше усмотрение. Вот. Исключительно на ваше, вот, это исключительно ваш выбор. Короче, Клара. Вот. То есть, здесь нужно смотреть, что именно вам больше подходит. Вот. Примерно так, как я и сказал, какого-то ответа на какого-то решения такого вот универсального решения. Здесь нет, в принципе, и быть не может. Вот. Потому, потому как, потому как. Это ваша ситуация, это ваша жизнь, и вам нужно пройти этот путь самостоятельно, пройти этот путь самолю. Вот. Что-то вы хотите сейчас просто подавить, подавлять свои эмоции с точки зрения психологии, вы делаете себя так, а еще, только лишь хуже. Вот. К сожалению. Вы делаете себя так, а только хуже. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Тут я могу вам ответить. Вот. На этом, в принципе, все. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Пудра помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего вам самого доброго, удачи. Вот. Надеюсь, что вы выберете себе своего специалиста, с которым, вместе с которым пройдете весь этот путь, который вот выпал на вашу жизнь, пойдете его справитесь со всем. Вот. И так далее. Удачи вам! Всего самого доброго! удачи! 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 Удачи!